Микс Ньюс Эсперт в банковской отрасли, член Ассоциации финансовой отрасли, председатель правления Блоу Оранжбанк Дмитрий Латышев и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Игорь Сростовский с у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Говорить мы сегодня будем о банковской сфере, понятное дело, но чуть-чуть до этого хотелось бы прошедшие выборы в Европарламент тоже обсудить с вами. Что вы скажете, господин Ростовский в частности? Да, мы тоже как палата участвовали, у нас было мероприятие, когда все там лидеры политических партий участвовали, отвечали на наши вопросы. Я думаю, народ сделал выбор. То, что меня не устраивает, больше даже как жителя, как пилсон, если это гражданина, то, что организация выборов была сделана очень-очень, скажем так, плохо, и 33% только участвовало, если в Европе в целом 50%, это показывает, что просто наши правители не умеют делать, потому что я говорю как предприниматель, если, ну, выборы тоже продукт, в своем смысле, да, и надо его делать, ну, атрактивным, чтобы люди туда шли и голосовали. Но если его сделать, ну, таким скучным, еще сделать так, что, ну, не можно пойти голосовать. Списки везде одинаковые, не можно сделать в 21 веке, чтобы любой человек может зайти в любой этот участок, где он ближе находится, ну, я извиняюсь, но это просто отвратительно. Господин Владимирович, что вы скажете? Ну, я могу в данном случае только присоединиться здесь, не представляя здесь мнение нашей организации, нашего банка, а именно сказать как гражданин, как жители, что действительно хотелось бы видеть более активную позицию избирателей, и действительно такое внимание к этому событию стороны избирателей было очень низким. И, к сожалению, вот то, что приходилось видеть в социальных сетях, это, ну, часто такая демонстрация, что люди предпочитали какие-то другие занятия, вместо того, чтобы идти на выборы. Это, ну, говорит, наверное, и, к сожалению, о определенном разочаровании, наверное, так можно сказать, к сожалению. Ну что ж, перейдем, наверное, непосредственно к теме, по которой мы позвали вас сегодня в эту студию. Может быть, такой вопрос сначала, такой, может быть, концептуальный. Мы знаем, что какое-то время назад правительство, когда обсуждало вообще вот эти планы экономического развития в дальнейшем, по-моему, представители Министерства экономики, если не ошибаюсь, сказали, что вот этот пункт, который был в свое время в этих планах развития, о том, что Латвия претендует на финансовый центр Балтии, что это надо вычеркнуть, это сейчас в свете всех последних событий, это не очень актуально. Вот как вы бы это прокомментировали, с учетом того, что, ну, все-таки традиционно, по крайней мере, с 90-х годов у нас финансовый сектор, сектор финансовых услуг был очень развит? Я взял с собой, у нас есть в торгово-промышленной палате и разные, как это, памятного статуса, основные положения в разных секторах и разрабатывают его наши члены. И вот у нас, как бы, вот эта установка на финансовый сектор у нас одобрена в Совете в 17-м году, 12 апреля, и там как раз то, что мы пишем, что основная цель – это образовывать такой международную, конкурентоспособную, прогнозируемую и на вырост ориентированную финансовую политику, да, и сектор и тому подобное. Ясно, что мы, как торгово-промышленная палата, считаем, что, ну, к этому надо придерживаться. Ну, да, мы понимаем, что на данной ситуации, ну, геополитика и все, что связано, и все, что у нас тут было, может быть, не очень-то удачным, скажем так, да, ну, это просто как бы, как сам сектор работал, то, что было вокруг нас, это вот сделало то, что сделало, да, и надо, конечно, мы знаем, что вот сейчас эти дискуссии, там, это финцен, это будет, этот, занимаемся, и, конечно, доклад, да, ясно, что как бизнес-сектор, как таков, мы не хотим попасть там в серую позицию, там, все такое, ясно, в том смысле мы одобираем то, что делает правительство, в том смысле, что надо там дела сделать, чтобы мы могли были нормально работать, да, чтобы там не было проблем для бизнеса в целом, но я тоже думаю и знаю, что действительно финансовый сектор сильный, и там много и банков, и людей, которые много лет работали, и там есть весь потенциал, просто надо, наверное, через этот процесс пройти, ну, такая реальность в округе, надо думать, этот модель, как, как все-таки, ну, Латвию, Ригу развивать, как финансовый центр, уже в каких-то так новых условиях. Можете про новые условия, например, наверное, вот, вы уже, господин Латышев, удается ли найти вот эти вот другие какие-то сферы, как развиваться, удержаться на плаву и не пострадать от того, чтобы... Я, наверное, немножко тоже хотел бы по теме вопроса, по коему мне кажется, но очень важное имя, финансового центра, да. На самом деле, тут, наверное, вместе приплелось еще много вопросов. Сама эта Индия, сама эта концепция стала развиваться достаточно давно, ну, наверное, можно сказать, уверенно, порядка 20 лет назад, когда было достаточно большое сообщество банков, были очень активные экономические связи с соседними регионами, странами, шли большие грузопотоки, все это и было связано с большим объемом денежных транзакций, денежных средств. И в этом смысле обслуживать вот бизнес, который был связан с этой торговлей, в тот момент времени казалось абсолютно правильным и разумным для многих банков. Здесь можно, наверное, очень отдельную тему, длинную развивать, какая категория клиентов, в каком виде она находилась в Латвии, и об этом много говорится до сих пор. И до сих пор это часть клиентов, несмотря на то, что она существенно уменьшилась, она все еще осталась. Если у нас есть для этого немножко времени, я могу несколько слов о этом поводу сказать. В первую очередь, исторически это был, если мы говорим о международном бизнесе и международном центре, это был бизнес наших клиентов, которые были из соседних стран, ну, стран СНГ, в общем-то, как мы их называем. Что, в принципе, логично с учетом нашего географического плана. Да, совершенно верно. Если немножко сделать такой тоже экскурс в последние 30 лет работы международных рынков торговли, в первую очередь, то здесь можно сказать, что вот за это время весьма активно в практике торгово использовались компании, которые создавались в странах и зонах, имеющих более удобное или более, как его называют, льготное налогообложение. Ну, типичная была долгое время ситуация, ну, в течение вот этого периода времени, когда такие компании, которые занимались международной, ну, в первую очередь, торговой деятельностью, также, например, здесь можно, я считаю, такой яркий пример привести, это и бизнес судоходных компаний, и до сих пор практически весь мировой флот торговый использует иностранные флаги, так называемые, удобные, и зарегистрированы на имя компании, которые также находятся в странах и зонах льготного налогообложения. И весь цивилизованный мир это использует. Но ничего нелегального ведь в этом нет? Ничего нелегального, конечно, в этом нет, да, то есть предоставлялась и предоставляется до сих пор возможность более оптимального ведения бизнеса. Исторически так сложилось, что вот такого рода компании, они искали для себя банки, которые готовы им предлагать такие виды обслуживания, которые соответствуют их потребностям. И типично исторически на Западе можно обратить внимание на такие страны, как Швейцария, Люксембург, в свое время достаточно тоже активно в этом находились и такие страны, как Австрия, например. И, безусловно, Латвия здесь тоже со временем заняла свое место. Какое-то время, наверное, это имело право на жизнь, так можно сказать, до, наверное, событий, которые были связаны с трактом так называемого 11 сентября, известного в Нью-Йорке, когда здания международного торгового центра были разрушены. И когда появилось и стало развиваться международное, так я могу сказать, законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег. Потому что до этого момента обязанность банков была выполнять те поручения клиентов, которые были связаны с распоряжением ими своими денежными средствами. Это, в общем, мне кажется, было очевидно и просто. То есть у банков были клиенты, у них были счета в банке, там находились денежные средства, и клиент имел полное право эти деньги переводить. У банков в тот момент не было какой-то обязанности задаваться вопросами, с чем связаны эти денежные переводы. С моментом появления законодательства, которое стало постепенно развиваться, ну, приблизительно с 2001 года, в сфере борьбы с отмыванием денег, эти обязанности у банков стали появляться. И даже если мы будем сравнивать сегодня те требования, которые существуют сегодня, и которые существовали 10 лет назад, мы увидим достаточно большую разницу. Сегодня ответственность банков, она, ну, я бы сказал, в полной мере за своих клиентов, за все, что они делают. Это касается и уплаты ими налогов, это касается происхождения денежных средств, это касается соблюдения санкционных вещей. И, безусловно, надо понимать, что банк не является полноценным торговым партнером, например, своего клиента, и его функция в данном случае осуществлять, ну, достаточно такой контроль, надзор за тем, что его клиенты делают. Надо сказать, что выполнение этой задачи от банков требует с каждым годом все большего количества инвестиций и затрат. То есть, это касается и постоянного приема дополнительных человеческих ресурсов, их обучения инвестиций в IT-системы, которые позволяют автоматизированным образом выявлять какие-то подозрительные операции. В какой момент, если все время этот надзор осуществлялся, и в том числе над латвийскими банками, то есть, постоянно надо было отчитываться, ФКТК существовало на протяжении многих лет, не два года назад появилось, но именно два года назад, и Европейский центральный банк тоже иманивал нам тоже рекомендации, давал ОБСЕ, все вроде как это взаимодействие происходило, но в какой-то момент получилось так, что у нас все очень плохо, и вдруг вскрылись какие-то проблемы, которые до этого никто не видел и не понимал, что они существуют, эти риски. Ну, наверное, вот здесь, может быть, если действительно смотреть со стороны, может быть, складывается такое ощущение, что это произошло вдруг два года назад. На самом деле, ну, так сказать, вот эта среда, этот фон, он формировался постоянно. Я не могу, наверное, сказать, что это произошло вдруг. Может быть, сама реакция, которую мы два года назад увидели, она для нас всех оказалась, показалась недостаточно жесткой. Может быть, те наши шаги, меры, направленные на, вот есть в банках такое понятие, это система внутреннего контроля. Это вот, собственно говоря, вот если мы говорим о регуляторе комиссии по рынку финансового капитала, то, в общем-то, они в ходе взаимодействия с банками, в ходе проверок, они, в первую очередь, оценивают именно эффективность этой системы, насколько она работает. То есть, они не занимаются расследованием каких-то, может быть, практически каких-то ситуаций, но занимаются именно оценкой системы. И вот те публичные, в первую очередь, сообщения, когда какой-то банк подвергается каким-то санкциям, будем говорить, стороны регулятора, они именно связаны, именно в этой сфере, они связаны именно с выявлением недостатков именно в системе внутреннего контроля, которая не позволяет, по мнению регулятора, достаточно эффективно контролировать работу клиентов. Теперь, если вот мы немножко вернемся опять к концепции финансового центра и к сути этого бизнеса, мы понимаем, что по мере развития законодательства и требований к банкам, сама концепция работы, обслуживания иностранных клиентов, она стала становиться все более с повышенным риском, потому что значительно проще произвести такого рода изучение клиента, который находится здесь, дома, можно сказать, да, по сравнению с клиентом, который ведет какую-то международную деятельность. То есть там гораздо больше аспектов и больше рисков. И в этой связи возникают две возможности для банков. Либо таким образом развивать вот эту систему внутреннего контроля, которую я сказал, чтобы не допустить тех рисков, которые не должны наступить, либо отказаться от каких-то операций или от каких-то категорий клиентов. Международная практика, если мы на нее посмотрим, она очень часто предполагает, что банки, мы можем массу примеров найти и в Европе, и в США, банки выбирают путь отказа от какого-то бизнеса, считая, что инвестиции и риски, которые они в этой связи несут, они могут быть непропорционально высокими по сравнению с тем доходом, который они потеряют, отказавшись от этого бизнеса. Вот что касается торгово-промышленной палаты, тут, наверное, есть два аспекта, которые хотел бы уточнить. С одной стороны, ну, по крайней мере, государство и в лице ФКТК, и в лице правительства нам говорит о том, что да, вот мы должны вот этот бизнес финансовый с нерезидентами, ну, сворачивать по большому счету, таковы сейчас установки. И не говорит о том, а как же мы будем зарабатывать по-другому. То есть, что взамен? Это один аспект. Второй аспект в связи с ужесточением контроля за банками. Банки тоже, естественно, ужесточают свои требования клиентам. У многих предпринимателей могут вообще возникнуть проблемы. Я даже… Это не редкий случай, когда предприниматели, в том числе уже и латвийские, говорят о том, что счет не открывают или требуют закрыть счет, а я в этом банке там работаю 20 лет. Да, ну, это какая-то реальность. Ну, если сейчас смотреть и назад, и вперед, то думаю, что если мы смотрим вперед, надо сделать какие-то анализы, что мы не доделали в прошлом. Да, с одной стороны, у каждого государства есть своя экономика и все такое, но, к сожалению, или это реальность в мире, есть какая-то большая геополитика и какие-то большие процессы, которые происходят. Да, если мы как страна, ну, и как бизнес-среда, потому что, скажем так, в странах, которые, я бы сказал, более умнее, там бизнес с государством как-то подготавливается к этим всем вопросам и работает вместе. Тут как-то было что-то не доделано. И вот, когда какие-то внешние условия обострились, там и вот этот 11 сентября, и многие другие процессы, мы оказались в таком положении, ну, где мы частично попали под удар. И вот мы под этот удар попали. Просто что надо сделать, ну, это может быть легко говорить, но это опять-таки реальность. Надо сейчас через этот процесс пройти, надо, и, как я сказал, чтобы не оказались там совсем как государство и как бизнес-среда в какой-то вообще непонятной ситуации. Тогда мы как бизнес-среда и как общество можем потерять больше. Ну, когда мы этот процесс, ну, скажем так, эту часть процесса пройдем, надо выстраивать, ну, другие сектора, более понимая, ну, что происходит вне. Ну, потому что сейчас на данный момент в этот вопрос вовлечены не только банки, да, сейчас вовлечены и предприятели, да. Там есть эти все вопросы, know your customer, знаю своего клиента, и потому что, как получается, у предпринимателей есть, ну, скажем, партнеры там где-то за границей, даже в Латвии, да. Да, банк это через, ну, через банк осуществляется, ну, перечтение денег и финансовые операции, ну, на данный момент и банк может, и он обязан сейчас задавать вопрос, потому что это, ну, как бы опять новая реальность, и тут есть, и предприниматели должны, ну, они должны отвечать, да. То, что мы сейчас делаем, и как торгово-промышленная палата. Кстати, сегодня я тоже сейчас, после радио иду, второй день, сейчас проходит конференция в Министерстве иностранных дел, и это там есть такое, как это, яйдзенец, понятие, как называется, пролеперация, да, потому что это все связано вот именно о том, что в мире происходят разные процессы, и, ну, скажем так, так или иначе, но мы часть западного мира, у нас там есть и в геополитике, как бы и свои партнеры, это опять-таки реальность, народ сделал свой выбор, да, и там есть, все вопросы есть, и там связаны с каким-то терроризмом, и всем таком, и ясно, что, скажем так, грубо говоря, потенциальные наши там противники, они могут использовать, как бы, наших предпринимателей, там, финансовых институций, ну, кто там программы делает, кто-то что-то производит в каких-то там целях, каких-то плохих вещей, да, но это просто реальность, это новая реальность такова, что бизнес, ну, он, ну, как бы, не работает, он не работает отдельно, но эти процессы связаны, да, и кто-то, и вот мы должны вот в этом всем как-то прожить, понять новые реальности, находить какие-то вот, и бизнес, и банки, находить какие-то ниши, в которых работать, чтобы можно было развиваться, да, и в целом это есть, ну, государственная, как бы, ну, это проблема и всего государства, и, кстати, мы вот, и мы уже начали эти переговоры и с прошлым правительством, и сейчас мы договорились с нынешним, что именно мы, вот в сентябре мы начнем формат именно так, в вопросе, как зарабатывать деньги, да, потому что, ну, к сожалению, это политика, которая была вот в прошлой, там, 25-30 лет, все время-то дискуссия, как переделить, да, как там, вот, есть предприниматели, давайте там поднимем налоги, давайте просто этот лимон будем выдавливать, да, от такой дискуссии, а как вообще зарабатывать, что предприниматели могут делать, что могут делать, что нужно делать там министрам и политикам, такого не было, вот мы вот эту дискуссию уже договорились открывать, потому что надо именно понимать, как мы можем содействовать, чтобы в этих новых условиях все-таки могли зарабатывать, ну, потому что зарабатывать, Это не значит только бизнес будет зарабатывать, потому что если будет бизнес зарабатывать, тогда будут налоги, рабочие места, большая часть этого процесса попадет в карманы нашим людям, и полицейским, и учителям, и врачам, и другим социальным группам. Но пока выглядит так со стороны, опять-таки, да, мы как простые обыватели, что вот этот диалог между, прошу прощения, между бизнесом, малым бизнесом, крупным бизнесом и правительством, он не очень дружелюбный, как-то взаимопонимания нет, потому что бизнес периодически, ну не знаю, срываясь или нет, ну и в средствах массовой информации периодически попадает, что там так нельзя, это ужасные отношения к нам, к людям, которые зарабатывают, приносят налоги. Другие из нас, как вы сказали, только выжимают и выжимают, и только спустя 28 лет у нас вот так вот встал вопрос, а как все-таки зарабатывать? Ну, дело в том, что я думаю, мы как общество развиваемся, да, и если может быть тоже в начале 90-х, может быть, меньше часть бизнеса, я не говорю, что тогда не было бизнесменов, которые смотрели долго вперед, да, но все-таки понемножку те предприниматели, которые понимают, что, ну, там, этот как бы monkey бизнес, там, сегодня зарабатывать, а что будет завтра, не важно, это уже уходит в какое-то прошлое, и те предприниматели, которые хотят думать, ну, более вперед, там, 10-20 лет, они понимают, что одно дело, если можно заработать сегодня, ну, очень важно разговаривать, что будет завтра, послезавтра, да, и тогда эти вопросы поднимаются. О долгосрочности, о каких-то там условиях, которые можно как-то прогнозировать, и вот эти отношения, и с правительством, они складываются по-другому, ну, конечно, ну, а тут опять другие, другие, вот, скажем так, опять-таки, пока внешние условия, ну, тут уже можно долго говорить о политике, как у нас там выборы, насколько там правительство устойчиво, и, скажем, данная там коалиция, насколько она там держится, и прошлая, как бы, там, партия зеленых, вот, они там сделали налоговую реформу, да, и вот они находятся там, где они находятся, потому что народ, ну, он сделал ответ, вот, была такая реформа налогов, в которой мы тоже говорили, что там, ну, единственное, что там нам удалось сделать, это... Да, заинвестированные люди, да, да, остальное там и сложно, и все такое, ну, опять-таки, опять-таки, мы все-таки видим, что, мне кажется, народ тоже становится постепенно, так, уже в этих экономических вопросах более продвинутый, да, и, ну, политики должны понимать, если они принимают такие, ну, краткосочные, не очень-то удачные решения, ну, народ голосует, и, ну, это опять-таки месседж все-таки о политикам, что надо думать не только о сегодняшнем дне, а надо выстраивать экономику таком, чтобы, ну, народ развивался, чтобы у людей были доходы, да, и тогда их, и те политические силы, тех политиков будут и на выборах, как бы за них будут голосовать, да. Господин Латышев, вот финансовые отрасли есть, вы сказали о том, что сейчас легче банкам отказаться от предоставления каких-то услуг или от клиентов конкретных, чем разбираться, в чем там дело можно, нельзя, и как это сделать. Какие есть направления в финансовой отрасли и потенциал, есть ли он вообще у Латвии на сегодняшний день, в сегодняшних реалиях, вот с сегодняшними правилами игры? Да, ну, во-первых, по поводу легче, да, я бы сказал, это нелегкий выбор, но при необходимости выбирать, для многих это, может быть, выбор обоснованный. Если говорить все-таки об этом потенциале и о будущем, и немножко опять, немножко возвращаясь к концепции финансового центра, наверное, сегодня, во-первых, все-таки, наверное, говорить о той модели финансового центра, которая там была раньше, сегодня говорить об этом, ну, я бы не стал, потому что я не вижу в этом однозначной перспективы. Как финансовый центр Латвия могла бы быть центром оказания финансовых услуг, так называемых, то, что называется, например, corporate share services, да, то есть это услуги, которые оказываются для каких-то финансовых групп, которые могли бы здесь иметь организованные какие-то вопросы поддержки, учета, например, каких-то колл-центров и так далее. Если говорить непосредственно о самих банках, об их бизнесе, я, ну, все-таки вижу, что это, в первую очередь, это бизнес, связанный с нашим регионом, с Латвией, с Балтией, и бизнес, который в каком-то виде определенном доступен сегодня нам на территории Европейского Союза. Говоря о нашем домашнем рынке, здесь, конечно, вот я считаю, что наступило время, оно обоснованно наступило для возврата к традиционным банковским услугам и ценностям, то есть это классическая роль банка, финансового посредника, который принимает денежные средства в виде вкладов и предоставляет кредиты. Спрос на различные виды кредитов, на кредитование стороны латвийской экономики, латвийских предприятий, он существует, и он существует большой. На сегодняшний день мы даже, наверное, могли бы сказать, что он в каком-то смысле недостаточно удовлетворяется. И это говорит о том, что есть значительный потенциал здесь у нас. Отдельно то, что я хотел бы здесь тоже сказать, говоря о перспективах, и то, что вот нас однозначно тоже, я бы сказал, радует, это возможности, которые предоставляют сегодня современные технологии, и мы сами много в это инвестируем. С одной стороны, это возможности сотрудничества с так называемыми финтеками, то есть это финансово-технологические компании, которые часто являются каким-то технологическим звеном между банком и клиентом. Это сегодня можно наблюдать абсолютно в разных сферах. Это и привлечение вкладов, это выдача платежных карт, это предоставление кредитов, это продажа кредитов, которые уже ранее были выданы. Таким образом, вот благодаря, наверное, вот сегодня такого рода возможностям, технологиям, я бы сказал, что нам в полной мере доступен сегодня европейский рынок в отдельных сегментах, говоря о отдельных категориях клиентов с отдельными продуктами, но, тем не менее, это рынок, который гораздо больше Балтии. Хотя, повторюсь, что на сегодняшний день мы видим большой недоработанный потенциал непосредственно на домашнем рынке Латвии, который позволяет развиваться, помогая и местной экономике, и получать тот доход, который любому предприятию необходим, и банк таким частным предприятием тоже является. Коммуникация с клиентами стала сложнее? Они, может быть, на что-то обижаются? Существует клиент, который 15 лет хранил деньги, и вдруг вы никогда вопросы не задавали, вроде как доверительные отношения, и вдруг в ваши обязанности входят спросить у него, почему, что, откуда. Он, возможно, как-то появляется. Я бы, наверное, на сегодняшний день не сказал. Вот эти эмоции, они остались уже в прошлом. Да, они были. Был какой-то? Да, был период, когда эти эмоции были. Удивление какое-то было сегодня, наверное, этих эмоций нет. Уже никто не удивляется. Уже никто не удивляется, да. Наверное, может быть, тяжело вздыхает. Наверное, действительно, сам процесс, вот как он у нас в нашем языке называется, установление деловых отношений между банком и клиентом, он сегодня происходит достаточно долго. Я сейчас говорю не о международных клиентах, я говорю сейчас о клиентах наших, латвийских, изучение которых стороны банка занимает достаточно много времени. Я думаю, что этот процесс, он в каком-то смысле идет, процесс может быть тоже сейчас какого-то, может быть, притирания, потому что все равно для большинства предприятий все еще это не в полной мере понятно, и они не в полной мере к этому готовы. Я уверен, что в каком-то ближайшем будущем эти процессы, они будут в более таком уже всем привычном режиме. Не могу вас не спросить, как все-таки представители конкретного кредитного учреждения, вот вы уже упомянули о разных бизнес-моделях, мы знаем, что регулятор, комиссия по финансовому рынку и капиталу тоже после всех изменений просила каждое кредитное учреждение, каждый банк представить свое видение, как они дальше будут жить, с учетом, понятно, что изменения, не знаю, портфеля, если так можно сказать, что нерезиденты по большей части ушли. Многие банки были действительно ориентированы на наших соседей, на клиентов из России, Украины и так далее. Теперь больше придется работать на внутренней маркетке, как Глуоранш видит перспективы и может уже работает в этом направлении. Да, ну, в общем-то, да, я то, что уже говорил перед этим в свое видение, я, конечно, опирался в первую очередь на наш банк, однозначно здесь каждый банк планирует свою собственную стратегию, так как он видит свое развитие. Говоря о нас, мы, наверное, путь, как сейчас принято говорить, и трансформацию, мы его начали даже раньше вот этих событий громких прошлого года, потому что внешняя среда, она уже говорила о том, что это необходимо. В первую очередь, сегодня для нас основной бизнес и основной продукт – это кредитование, в частности, там, только за последний год мы предоставили около 150 миллионов новых кредитов. Но это в основном юридическим лицам, или это могут быть и физические лицам? Мы работаем также с физическими лицами, хотя все-таки основной упор мы делаем на юридических лиц, работая в большей степени, работая с бизнесом. Но это может быть и что-то связанное с производством тоже, да? Абсолютно. Я почему-то спрашиваю, потому что было такое мнение, не мнение, что многие предприниматели, которые занимались производством, говорят о том, ну, раньше так было, что банки не очень охотно, потому что это деньги долгие, да, это не купи-продай, да. Да, у нас, вот, на самом деле, действительно много, даже за последний год, проектов, которые именно связаны с производством, они нам, может быть, даже эмоционально как-то больше нравятся, потому что они, ну, какое-то приносят дополнительное удовлетворение, видя, что мы все вместе что-то создаем, мы что-то производим, мы что-то продаем. Я сам вот с удовольствием посещаю предприятия наших клиентов, которые, вот, представляют собой какие-то производители. И смотрите, что сделано, да? Ну, не только что сделано, а как это все работает, да, я вот прихожу именно непосредственно в рабочие такие цеха, и мне действительно это интересно, это действительно вызывает чувство удовлетворения. Я бы, наверное, здесь еще хотел отметить отдельно, может быть, тот сегодня тоже, вот мы его с коллегами называем в определенной степени кластер банков, которые принадлежат местному капиталу, то есть это банки, имеющие владельцев местных предпринимателей, которые, в том числе наш банк, да, которые видят, ну, свою жизнь, свою перспективу, связывают, в первую очередь, конечно, с Латвией, и здесь они долгое время работают и видят здесь свое будущее, для них нет планов куда-то мигрировать. И в этой связи та стратегия, которая выстраивается, она выстраивается, конечно, на развитие, развитие в наших здесь местных условиях. Господин Ростовский, вы эту заинтересованность банков, предпринимателях чувствуете? Мы чувствуем заинтересованность, ну, конечно, мы понимаем банки, потому что они тоже попали в какую-то, ну, новую реалию, и они должны перестраиваться, да, и то, что сейчас происходит, действительно, то, что мы чувствуем, ну, потому что для предпринимателей самое важное, чтобы они развивали бизнес, и это доступ денег, и доступ таких, ну, скажем так, многих проектах, особенно то, что связано с производством, ну, как бы, долгих денег, да, потому что, опять-таки, надо конкурировать там и с Европой в основном, и не только с Европой, да, мировая конкуренция, если, скажем так, на предпринимателе сидите налоги довольно-таки большие, там, и электричество, и все такое, и есть сколько стоят денежные ресурсы, да, и это все, все связано, да, и работники, надо платить, и тогда эта часть, то, что вот, что можно получить финансы, это очень-очень важная составляющая, да, и то, что мы, конечно, видим, и что, ну, в этой, в этой реальности, скажем так, меняется поведение скандинавских банков, меняется поведение, потому что, ну, как каждый банк, у него, это понятно, какая-то стратегия, как в этой ситуации прожить и развиваться, да, и, по нашему мнению, чтобы ситуация была лучше, конкуренция все-таки это очень хорошая вещь, и, конечно, то, что коллега говорит, это чувствуется, что, ну, местные, потому что банки такой же бизнес-сектор, да, и, конечно, местные предприниматели, которые занимаются этим бизнесом, ну, действительно, это их домашний рынок, они должны найти, ну, какой-то процесс, как развиваться, и это связано, что если будет бизнес развиваться лучше, местный, тогда у них тоже будет побольше работы, да, так что мы в таком смысле очень, ну, близки, да, но мы же одна бизнес-среда, надо вот то, что надо все вместе сделать, как-то вот через эти сложности пройти, да, и выстроить и бизнес, и вот это понятие, что вообще надо развиваться, надо экономику развивать, это самый главный вопрос, потому что экономику, бизнес можно развивать в любых условиях, даже в очень тяжелых, ну, надо придумывать, вот, надо в этом направлении думать, да, не то, что вот там, ой, вы там занимаетесь сами, да, мы будем только налоги поднимать, но это тогда не получается. Ну, что ж, нам пора заканчивать на сегодня, тогда можно пожелать только побольше креативных идей, вообще идей в этой сфере для благополучия всех нас. Эксперт в банковской отрасли, член Ассоциации финансовой отрасли и председатель правления Блоу-Оранжбанк Дмитрий Латышев, президент Латвийской торгово-промышленной палаты Агрис Ростовский, сбили у нас в студии.